Всем привет, ребята! Сейчас я собралась в кинотеатр на фильм Король Лев. Я наконец-то его дождалась. И сегодня вот пойду смотреть. Заодно встречусь с подружкой, давно ее не видела. В общем, вот так. На улице, кстати, и так прохладненько, но при этом нормально, в общем, терпимо. Не буду толком кутаться, потому что у галереи будет жарко. Я пойду в галерею, да, Веймакс. Вот сейчас я надела джинсы, кроссовки. Тут куча обуви чьей-то. В общем, все, я пошла. Все, ребят, я уже в галерею взяла себе фрапучино в Старбаксе. Странно, что написали Марина, а не Маша. Обычно мне пишут Мария. Вот сейчас пойду на Король Лев. Наконец-то, наконец-то, радости полные штаны. Все, ребят, сходила на Короля Льва. Это такой классный фильм. Он до того красивый. Вот он точь-в-точь практически как и мультик. Единственное, он немножечко подробнее в некоторых таких деталях. Но вообще, вот обычно, я когда смотрю какой-нибудь фильм или мультик, мне хочется там некоторые части, вот моменты перемотать. Здесь же такого не было, просто на одном дыхании. Естественно, там почти весь зал плакал на моменте, где убивали отца Симбы Муфасу. Вообще, фильм просто шедевр. Он до того красивый, до того красочный. Просто обязательно сходите, не пожалеете. Вообще, тем более была в Аймаксе. Это еще более так масштабно все смотрелось. Короче, очень круто вот такой вот фильм. Сейчас зашла в буква Е. Так, я хочу посмотреть детский альбом для фотографий. Сначала хотела заказать, но сегодня решила, что я куплю его, скорее всего, в буква Е. Если будут такие прикольные. Если же ничего не найду, то придется, конечно, заказать. Потому что у нас много детских фотографий, но нет альбома. И вот сейчас я буду это все искать. Так, вот они все альбомы. Еще возьму вот такую штучку. Это для проездного в метро. Так, сейчас буду выбирать какой-нибудь альбом. Вот типа такого делают в интернете на заказ. Они там все примерно 2-3 тысячи стоят. А вот этот в буква Е стоит полторы тысячи. Вот такой вот альбом. Вот еще я взяла себе вот здесь манговый шейк. Сейчас пойду к Машке на работу. Сделаю ей сюрприз. Это была Маша, она меня не узнала. В общем, пришла домой, а здесь вот это. Пионтики мои любименькие. Это так приятно вообще, когда без повода получаете цветочки. Так, я уже дома и сейчас покажу, что я купила сегодня. Значит, зашла в Next, в детский магазин. И там скидки 50% на много всего. Не на все, конечно, но почти на большую часть, короче, там скидки. Взяла вот такой комплект из трех слипиков. Он такой вот тут вышитый. Здесь такой воротничок. В общем, вот такой розовый и вот такой цветочный. Он стоил изначально вообще 2190, но со скидкой он стоил всего лишь 1100. Это очень выгодная покупка. Я не стала много всего набирать, потому что много всего и не нужно. Так, взяла, значит, 2 больших макарона в макаронике. Один такой макарон, вот видите, он большой, в общем, стоит... Это я его раздавила. Стоит 100 рублей. Нечайно раздавила. Даня. Так, дальше зашла в бодишоп, купила большой гель для душа. Он стоил тоже там акция, какая-то была. В общем, такой вот большой гель стоил 600 рублей. Там 600 с копейкой. Грейпфрутовый, очень вкусно пахнет. Так, и взяла еще твердое мыло за 90 рублей. Я всегда покупаю твердое мыло. Не в бодишопе, а вообще. Мне просто нравится твердое мыло, помимо жидкого. Так, зашла в Сифору. Купила себе пробовать от Кадали тоник увлажняющий. Кажется, это увлажняющий. Так, потом помадку для бровей от Анастейши. И Диоровский тональный крем. Взяла в оттенке 2.0, кажется. С оливковым подтоном. Вот такой. И тут мне дали кучу... Что это такое? Вертолет, кажется, летит над нами. Это не истребитель. Вот. И дали мне кучу вот таких вот пробников разных. Там сейчас какой-то там приехал визажист Диоровский. Вещает там что-то на всю Сифору. В общем, вот. Тональные средства тоже дали. И маленький пробник духов. Также зашла в буква Е. Мне нужен был маленький такой блокнотик. Симпатичный. Для того, чтобы записывать замеры своего ребенка. Там, рост, вес. Ну, чтобы это было при мне. Как бы на память. Так. И для проевозного купила вот такой кармашек. Он там стоил всего лишь 100 рублей. Блокнотик стоил 90 рублей. Тональное средство со скидкой стоило 2140 примерно. Дальше помадка стоила 1800. И вот этот миниатюрный тоник от Кадали я взяла маленький. Потому что я не знаю, подойдет он мне или нет. На пробу, в общем, взяла. Он стоил 690 рублей вроде бы со скидкой в Сифоре. Вот. Вроде бы это все. Что это такое? А, это перчик. Соус. Короче, заказали пиццу Папи Джонси с папирони. Пепперони. И будем спрятать кунг-фу панду. Так, сегодня я готовлю борщ. Я его пыталась приготовить уже недели две, полторы. Вот так. Где-то. В общем, готовлю на курином бедре бескостном. Потому что мне нужно приготовить его побыстрее. Потому что мне с ребенком сейчас на ней как говорить, говяжий бурел. Хоть и из говядины, конечно, борщ намного вкуснее получается. Сейчас делаю зажарку. Лук, морковку сейчас обжарю. Добавлю сюда свеклу. Снова обжарю. И добавлю томатную пасту. И снова обжарю. Так. Томатной пасты буду добавлять примерно 2-3 столовые ложки. Все. Добавила зажарку. Сейчас все это перемешаю. Картошку тоже уже добавила. Нарезала ее кубиками. Здесь в зажарке у меня одна средняя свекла и 2,5 столовые ложки томатной пасты. Вот. В самом конце добавлю зелень. Там будет зеленый лук, укроп, петрушка, чеснок. В конце обязательно добавлю черный перец еще добавлю. И лавровый лист. Ну и посолю, конечно же, еще. Все. Борщ готов. Сейчас это все немножко перемешаю. Получился очень наваристый и ароматный. Сейчас он еще немножечко постоит. Отдохнет. И можно будет кушать. Кстати, я борщ не ела и не готовила уже почти полгода, наверное. В общем, у нас возле дома есть вот такое... Балуковидное лужа. Балуковидное лужа. Да, там уточки бывают, плавают чайки иногда. И вот сейчас я вижу там детей. Точнее, тут раньше был котлован. Он огорожден. Огорожден. Там вот справа видно забор идет. Просто котлован уже такой довольно давно брошенный. И, ну, видимо, хозяина нету. И он зарос. А когда проходят дожди, вода плохо уходит. Получилось вот такое вот болото, по сути. У нас, в общем, возле дома открыли супермаркет-спар наконец-то. И вот сегодня вечером решила досходить и купить немножко продуктов. Так, значит, поехали. Так, пакет у нас по 7 рублей. Я взяла один лимон, потому что я собираюсь сделать цезарь. Так, один лимон у нас вышел на 26 рублей. Килограмм стоит 120 рублей. Батон наше солнышко. Вот этот вот я взяла его, чтобы сделать сухари. Так, он стоит 28,90. Я взяла уже готовый сыр пармезан натертый. Он стоил 150 рублей. Взяла упаковку томатов черри. Так, они стоили 70 рублей. Тут их очень мало, 250 грамм. Потом взяла коктейльные томаты, потому что я хотела сделать один салат теплый, но не было рукколы в магазине, к сожалению. Поэтому просто помидоры. В общем, они по 100 рублей. Здесь 500 грамм. Так, мне узкую взяла. Вот такие вот два батончика. Так, они по 24 рубля. А, по 29 рублей они. Значит, печенье Олео взяла по 60 рублей. Перец ласточку взяла. Она вышла на 29 рублей. Да? Там полкило. В общем, ласточка это такой дешевый перец болгарский. Там был красный, он был почти 10 рублей килограмм. Я не стала его брать, потому что красный, если честно, я не особо люблю перец. А вот, ну, болгарский. А вот зеленый, вот такой желтоватый, я очень люблю. Так, дальше колечки. И вот эти вот колечки погрызть солью по 40 рублей. Арахис голд соленый 89,90. Зефир вот этот, так, он стоил 120. Так, батон вот такой вот парижский бурже с ржаной муки. Он стоил, так, 39,90. Потом я еще взяла чай с чабрецом. Вот такой вот. Ахмат, мы обычно берем этот гримфилд с чабрецом. Но вот этот был дешевле. Я взяла этот. Он стоил 70 рублей. Так, и взяла, в общем, пончик. Пончик. 42,90 стоит. Так, и взяла. Так, салат. Салат взяла. Вот этот вот есть из салата 2 упаковки. Одна упаковка стоит 40 рублей. И еще взяла укроп в горшочке. Он стоит 49,90. Вот. Короче, все вместе вышло на 991 рубль 16 копеек. Так, решили за ней поесть что-нибудь вкусненькое. Сейчас я обжарю на сковороде картошку, болгарский перец и репчатый лук. А на отдельной сковороде обжариваю гребешок. И когда гребешок обжарится, и картошка тоже уже до конца приготовится, это нужно будет перемешать все вместе. Ну и посыпать зеленью. Это сегодня в интернете я посмотрела этот супер легкий рецепт. Так, все, я уже закинула сюда гребешок. Сейчас все это вместе перемешаю еще раз. Закрою крышкой. Подожду минут, не знаю, 5-10 может быть. И посыплю все зеленью. В конце добавила свежий помидор. Я так люблю есть свежие помидоры в горячем блюде. То есть я их туда добавляю в самом конце и потом тепленькими оттуда выковываю. Вот. Значит все, теперь посыпала все укропом. Добавлю сейчас черный перец и будем кушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Все, ребят, ладненько, поду я уже в душ. Хочу уже ополоснуться и просто лечь, отдыхать. Потому что, ну для меня сегодня был это насыщенный день. Прошлась по магазинам, я сходила в кино. Вот, дома также домашние дела под дело. Так что я что-то немножко устала. Вот, хочу сейчас пойти уже ополоснуться и лечь, отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте свои лайки, оставьте комментарии. Всем пока-пока!